Всем привет! Хочу показать вам пару моих любимых рецептов к приготовлению почек. Почки для своих блюд я беру говяжьи, конечно идеально взять телячьи, но их к сожалению не достать, а свиные я очень не люблю. Первый рецепт, который я сейчас буду готовить, я бы назвал почки в русском стиле, солеными огурцами, петрушкой, каперсами, сметаной. В общем, вы сейчас все увидите. Итак, для своего первого рецепта я возьму килограмм говяжьих почек. Я их уже вымучил и сейчас покажу вам, как я это делал. Избавиться от неприятного запаха почек можно тремя основными способами, точнее четырьмя. Первый, это самый простой, это вымачивать почки в воде достаточно долго, периодически меняя воду, и промывать. Второй способ это вымачивать почки в молоке. Мы заливаем почки теплым молоком и периодически его меняем. Третий способ так называемый быстрый. Мы засыпаем наши почки содой минут на 20 и через 20 минут добавляем туда уксус и промываем. Я не знаю, какой способ наиболее эффективный, поэтому я хочу провести эксперимент. Я свои почки буду вымачивать тремя этими способами. И четвертый способ, но, к сожалению, он мне недоступен, это использовать телячьи почки. Их вымачивать не нужно. Или покупать почки в тех странах, где развито мясное животноводство, то есть в Западной Европе, в Америке, в Австралии, да практически где угодно. Там почки не пахнут. Я помню, лет 15 назад я впервые попробовал жареные почки в одном небольшом ресторанчике на Монмарте в Париже. И мне принесли обжаренные почки с соусом, с картофельным пюре и с кровью. Это было ужасно страшно. Я вам клянусь, там не было никакого запаха. Конечно, с нашими почками так не получится, поэтому мы будем этот запах убирать. Я почки нарежу, чтобы они лучше вымачивались и разделю их на три равные части, которые мы будем избавлять от запаха тремя способами. Жир я, наверное, сразу срежу. Нам для вымачивания достаточно разрезать их пополам. Я все протоки сразу вырезать не буду, потому что мне это удобнее делать после того, как почки бланшируется. Будет просто легче. И последнюю. Убираем. Музыка Эти почки мы вымачивали с соди с уксусом. Эти в молоке и эти в воде. Давайте теперь посмотрим, что получилось. Запах не ушел. Итак, результаты эксперимента. Уксус с содой не работает. Вода и молоко практически нет особой разницы, но может молоко будет чуть помягче. Но если мы учитываем то, что молоко нам нужно периодически менять, и это все-таки дорогое удовольствие, то оптимальным вариантом вымачивания почек я считаю все-таки это обычная вода. В любом случае мы будем их сейчас бланшировать и запах полностью уйдет. Перекладываем все почки в кастрюлю с водой. Перекладываем все почки. Посыпаем все почки. Перекладываем все почки. Перекладываем все на дом. Сухие почки. Где-то 400-500 грамм не очень жирной сметаны, 3 соленых огурца, пару больших луковиц, пару зубчиков чеснока, лавровый лист, большой пучок петрушки, горсть каперсов, мука, где-то 250 миллилитров говяжьего бульона, который я сделал из концентрата из своих заготовок. Как это приготовить, смотрите по ссылке, если вам интересно. 50-60 грамм сливочного масла, растительное масло, соль и перец. Вот, пожалуй, все. Начну я с подготовки почек. Я когда их вымачивал и бланшировал, я уже часть жира и протоков из них вырезал. Поэтому нам осталось буквально удалить вот остатки. Удалю из почек все лишнее и нарежу их достаточно крупно. Вообще почки очень неоцененные продукты. Они не только ужасно вкусные, но еще и очень полезные. Я уже не говорю о том, что какая может быть солянка или рассольник без почек. Почками закончили. Сразу туда же нарежу лепчатый лук. Я жаривать его буду вместе с почками. Я сразу подготовлю огурцы. Нарежу их небольшим кубиком. Огурцы готовы. Теперь я нарежу петрушку. Сразу отделю стебли. Я их сначала положу. А листики в самом конце. Очень мелко не нужно, но и листики большие оставлять тоже не хотелось бы. А вот стебли нужно нарезать очень мелко, чтобы они не попадались. И мне остался только чеснок. Я его мелко рубить не буду. Кастрюлю с толстым дном на маленький огонь. Сливочное масло. Немного растительного. Обжарю кубочки минут 5 до румяной корочки. Сразу немного посолю, но аккуратно, потому что каперцы и огурцы соленые очень. Кубочки обжарились. Закидываем лук. И минут 10 обжариваю на маленьком огне вместе с луком. Теперь я всыплю немного муки для загущения соуса. И пусть она минут 5 обжарится вместе с луком. Лук с мукой обжарились. Вливаю бульон. Закидываю лавровые листочки. Стебли петрушки с чесноком. И огурцы. Вмешиваю. Накрываем крышкой. И оставляем томиться минут на 20-25. Добавляем каперсы. Немного черного перца. И, наконец, сметану. Долго сметану кипятить нельзя, потому что она может свернуться. Все готово. Будем подавать. В качестве гарнира я пожарил картошку. Добавляем. 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 Вот такое простое, незатейливое, а главное очень бюджетное блюдо у меня получилось. Попробуем. Получается очень нежный, но пикантный из-за каперца в соус очень хорошо, с картошечкой вообще прекрасно. Мой следующий рецепт пуча будет более гурманский, немного во французском стиле. Я надеюсь вам понравится, так что подписывайтесь, оставайтесь на канале и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok